Будто оказался внутри настоящей сказки. Вероятно, так кажется детям и взрослым, когда они попадают на площадку Бэйби-театра. Здесь не нужно смиренно сидеть и не нарушая тишину смотреть на игру актеров. Здесь все наоборот. Можно ползать, бегать, прыгать, громко смеяться и помогать артистам в самом представлении. В Бэйби-театре маленькие зрители и есть главные герои всей постановки. Дети всегда, мне кажется, очень благодарны зрители. Я всегда очень радуюсь, когда я вижу, что ребенок пришел зажатый, а ушел, уходить не хочет. Он такой весь раскрытый становится. И для меня это, кажется, самая большая награда, что дети очень раскрепощаются и доверяют нам. Простой и понятный сюжет, который чередуется с непосредственной игрой актеров и играми, чтобы ребенок не заскучал и даже вынес максимум пользы от посещения театра. Все включения разработаны специально, чтобы развивать мышление и логику, моторику и тактильное очищение. Слово «малыш» примерно за 40 минут культурно обогащается и открывает для себя нечто новое и ранее ему неизвестное. Прекрасные впечатления. Наш первый поход в кукольный театр мы приурочили к дню рождения Платона. Ему будет два года. И мы вот решили начать с культурной программы. Здесь все очень прекрасно, нам очень понравилось, очень профессионально. Здесь нет как такового зрительного зала и сцены. Это и создает домашнюю, уютную атмосферу, ощущение комфорта, единение и максимального погружения в происходящее для детей. Декорации актеры находятся настолько близко к маленьким зрителям, что кажется, будто все оказались внутри книги и стали ее героями. Ребенок счастлив, мама с папой счастливы. Ну, весело, интересно, ребенок активничает, с детьми общается, развивается. Для семьи очень замечательное времяпровождение. Поэтому всем советую, все приходите. Сказка про Деда Мороза пока единственная постановка Бэби-театра. Она актуальна и для детей, и для взрослых. В будущем планируется показывать и другие тематические спектакли, чтобы каждый сезон года у малышей и их родителей ассоциировался с культурным семейным отдыхом. С походом в Гродненский областной театр «Кукол». Яна Мельниченко, Алексей Сокута, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова